Взгляд «Скандальный сутенер даже из могилы топит репутацию британской монархии». L. «Скандальный сутенер даже из могилы топит репутацию британской монархии». 22 ноября 2019 года, 16.20 фото. ТАС-текст. Виктория Никифорова. Британская королевская семья переживает невиданное потрясение. Принц Эндрю, сын Елизаветы. 2. Отстранен от королевских обязанностей из-за связанного с педофилией скандала и собственного интервью по этому поводу. А все из-за сутенера-миллионера Джеффри Эпштейна, чья загадочная смерть до сих пор привлекает много внимания. Что же произошло? Джеффри Эпштейн умер 10 августа 2019 года, и смерть его сразу породила вопросы. Газета «Взгляд» подробно писала об этом. Дело в том, что в тюрьме загадочный мультимиллионер содержался под круглосуточным наблюдением. В его камере постоянно горел свет. После странного случая в июле, когда его нашли на пороге камеры с порезанным горлом, наблюдение было усилено. Однако никакие меры предосторожности не помогли. 10 августа Эпштейна нашли в камере мертвым. По предварительным данным, он повесился. Однако дальнейшее расследование показало, что не все так просто. Главный патологоанатом Нью-Йорка Барбара Самсон выдала заключение, в котором утверждалось, что Эпштейн покончил с собой. Однако брат погибшего пригласил другого специалиста. Патологоанатом Майкл Бейден, осмотрев тело погибшего, обнаружил сразу три перелома в области шеи. Такие повреждения чрезвычайно трудно получить при суициде. Бейден заявил, что эти переломы характерны скорее для убийства. Параллельно выяснилось, какой невероятный бедлам царил в Нью-Йоркской тюрьме, где сидел Эпштейн. Почему-то накануне его смерти сокомерника перевели в другое помещение, и наш герой остался в камере один. Каждые полчаса к его двери должен был подходить охранник, проверять его состояние и фиксировать проверку в специальном журнале. Вместо этого оба охранника спали всю ночь напролет за столом в коридоре в пяти метрах от камеры Эпштейна. В ночь его гибели они проспали несколько часов подряд, а результаты проверок в журнале просто подделали. Перед камерой Эпштейна были расположены две видеокамеры, но в ночь его смерти обе не работали. Видеозаписывающее устройство в его камере работало, но пленка с него оказалась нечитаемой. Все это можно было бы списать на обычное раздолбайство тюремной администрации, однако на руках у Эпштейна и в материалах его дела находился компромат буквально на всю мировую элиту. Давний друг владельца фирмы Нижнего Белия, Виктория Сикрет, регулярно приглашал несовершеннолетних девушек от 14 лет на кастинги моделей. Эти кастинги проводились в его Нью-Йоркском доме и поместье в Палм-Бич и обычно заканчивались оргиями с участием высокопоставленных знакомых Эпштейна. В число друзей-сутенеров ходили едва ли не все ведущие политики и олигархи мира. В 2008 году Эпштейна уже обвиняли в организации проституции и совращении несовершеннолетних. Но тогда он благодаря своим связям выкрутился. В 2019 году прокуратура вновь добилась его ареста. Сегодня в деле Эпштейна насчитывается более 10 тысяч страниц. В показаниях жертв упоминаются члены английской королевской семьи, Билл Клинтон, саудовский принц Мохаммед бен Султан, экс-премьер Израиля Ихуд Барак, известнейший адвокат США и профессор Гарварда Ландершавиц. Показания патологоанатома Бейдина поразили американскую общественность. В соцсетях опять стал популярен хиштег «Список трупов Клинтонов», намекающий на то, что люди, обладавшие компроматом на чату политиков, зачастую погибали при таинственных обстоятельствах. Фраза «Эпштейн не убивал себя в одночасье» стала мемом. Ее повторяют в телеинтервью, цитируют в соцсетях, подписывают ею электронные письма, обыгрывают в комиксах. Болельщики разворачивают такие плакаты на бейсболе и баскетболе. Калифорнийский пивной завод разместил эту фразу на банках со своим пивом. Все это выглядит как осторожный, нерешительный, но все-таки внятный политический протест. Общественность как бы намекает чейти Клинтонов, что непонятные самоубийства уже несколько приеслись и требуют расследования. Тем более, что аккуратно кануне гибели Эпштейна прокуратура опубликовала материалы из его дела, в которых упоминались свидетельские показания женщины, работающей в поместье сутенера, где постоянно находились десятки несовершеннолетних девушек. Она показала, что несколько раз встречала в доме Билла Клинтона. Однако внезапно шум по поводу неубивавшего себя Эпштейна переключился в другое русло. Журналистка BBC взяла интервью у принца Эндрю, младшего сына королевы Елизаветы, и активного тусовщика, прозванного в свете принцем вечеринок. Незадолго до этого в рамках расследования дела Эпштейна были опубликованы показания Вирджинии Робертс. Девушка показала, что в 2001 году встречалась с принцем в Лондоне. Их свела подружка Эпштейна и по совместительству бывшая любовница принца, Жаслин Максвилл. Робертс ужинала и танцевала с принцем Эндрю, а потом занималась с ним сексом в доме Жаслин в Белгравии. На тот момент девушке было 17 лет. Неизвестно, какая светлая голова посоветовала принцу опровергнуть все слухи о себе в интервью, но его попытка оправдаться обернулась чудовищным провалом. Испанский стыд обеспечен каждому, кто ознакомится с этим текстом. — Вы когда-нибудь встречались с Вирджинией Робертс? — спрашивает его журналистка. — Нет, — отвечает он. — Но она предоставила фото, на котором вы изображены вдвоем, и вы держите ее за талию. — Да, предоставила. — Так как же вы это объясните? — Я не могу. — Я не. — У меня нет. — Я просто ничего не помню об этом фото. — Журналистник раз за разом подлавливает его на лжи, а принц Эндрю не умеет дать ни одного правдоподобного объяснения. Несмотря на все его увертки, выясняется, что он многие годы близко дружил с Эпштейном, с которым его свела Жеслин Максвилл, что он навещал его поместье во Флориде несколько раз в год. Будучи в Нью-Йорке, обязательно останавливался в его доме, а также летал его самолетом на его частный остров, который местные жители прозвали Педофильским островом. Принц Эндрю добился приглашения Эпштейна в королевские замки Англии и представил его членом своей семьи. Он занимался сексом минимум с двумя девушками Эпштейна. Он продолжал дружить с сутенером даже тогда, когда тот признался в своих преступлениях. Освобождение Эпштейна из тюрьмы они отпраздновали шикарным ужином, на котором принц Эндрю был почетным гостем. Интервью принца вечеринок натурально взорвало британское общество. Эндрю не выразил ни малейшего раскаяния и даже не попытался извиниться перед жертвами вип-проституции. Он бесконечно лгал, причем делал это крайне неискусно. Королевский сын моментально стал токсичным. Общественность бронила его в соцсетях. Банк Барк Лайс, английский национальный балет и другие крупные компании, у которых были заключены с ним контракты, стали отказываться от его услуг. В таблоидах и ток-шоу бесконечно обсуждалось его несчастное интервью, и иначе, чем позором королевской семьи, его не называли. В конце концов Елизавета Ту вызвала к себе блудного сына и отрешила его от всех публичных обязанностей, заодно лишив ежегодной зарплаты в 249 тысяч фунтов в год. Но было уже поздно. Волна возмущения пошла по всему миру. И, что интересно, больше всего негодовали американские СМИ. Особенно отличались масс-медиа, аффилированные с Демпартией, и их можно понять. Обсуждение грехов члена британской королевской семьи удивительно вовремя уводит общественное мнение от накопившихся вопросов к Биллу Клинтону, который тоже десятилетиями был лепшим другом Эпштейна и не раз навещал его на педофильском острове. Получается, что сознательно или нет, но Британская телевещательная корпорация BBC умело обслужила интересы американской Демпартии, подняла гнев масс и ловко перенаправила его на королевскую семью Британии. Сегодня сына Елизаветы Ту ждут в Нью-Йорке для дачи показаний по делу Эпштейна. Высокопоставленный источник ВФБР подтвердил, что если Эндрю не приедет на допрос сам, то ФБРовцы заявятся к нему в Британию по месту его проживания. Пока что принц проходит как свидетель по делу, однако, в принципе, ничто не мешает американцам присвоить ему статус подозреваемого. Скандал вокруг высокопоставленных педофилов только набирает обороты. В перспективе он может превзойти пресловутое движение и привести к жесткой очистке на самых верхах мировой элиты. Эпштейн умер, но дело в его живет. Текст Виктория Никифорова